Партнер показа – торговая марка «Локо Моко». Дисциплина является фундаментом воспитания вашего ребенка. От того, как правильно вы будете приучать ваши чады к порядку, зависит вся его дальнейшая жизнь. О том, как правильно развивать дисциплину у вашего ребенка, вы узнаете в нашем сюжете. Приучить детей к дисциплине всегда считалось одной из основных задач педагогики. И если теперь об этом говорят больше, чем прежде, то вовсе не о том, что мы только сегодня поняли, наконец, всю важность проблемы, а потому, что осудили старые авторитарные методы. Сережка, как все дети, может быть, не как все, но он очень активный ребенок. И, как все дети, он любит играться. Но больше всего он любит кататься на велосипеде, рисовать и собирать лего. Но одна из наших дисциплин – это то, что после каждой игры мы обязательно собираем игрушки. Мы приучаем его к какому-то порядку, хотя бы, ну, не всегда он хочет собирать игрушки, но, тем не менее, мы с этим боремся. И он иногда хочет собирать, иногда не хочет. Но в основном он понимает, что если это его игрушки, он должен их собирать. Сегодня нам стали более понятны многие особенности детской психики, которые не были известны предыдущим поколениям. И мы уже не можем больше применять прежние дисциплинарные крайности. Более того, мы считаем, что они только вредят ребенку, если его повиновение и подчинительное отношение ко взрослым держатся лишь на страхе и наказании, потому что при этом не только подавляются его самые искренние порывы, но угнетается его воображение, творческий потенциал, любознательность, интеллект, утрачивается даже сама способность радоваться жизни. Прежде ребенок учится таить в себе все огорчения и обиды, а это, в свою очередь, порождало в нем неуверенность и многие другие огорчительные привычки более старшего возраста. Я всегда разговариваю со своим сыном и объясняю ему, если он меня спрашивает, почему, я всегда ему, я не отвечаю ему потому, я всегда объясняю своему сыну развернуто, почему это можно, почему это нельзя, чтобы он понимал. К сожалению, не всегда удается понять, полностью ли мы удовлетворяем все нужды ребенка. Он может быть скучным и раздражительным по тысяче разных причин, совсем как мы, взрослые. Так или иначе, поскольку мы то и дело заставляем ребенка отправляться в туалет, либо принимать лекарства, или же ложиться спать, он очень скоро поймет, что не может целиком доверяться нам. И его первоначальный протест легко превращается в подозрительность и обиду. Ребенку хочется узнать, до каких пределов он может делать то, что он хочет. При этом он начинает думать, что родители следят за ним вовсе не для удовлетворения его желаний, а для того, чтобы сдерживать их. Таким образом высеиваются семена отрицания и неповиновения. Многие родители для того, чтобы сгладить конфликт, прибегают к похвале или попытаются подсластить ребенка. Но родители не должны забывать о том, что это можно делать еще и с пользой. Обогащая организм ребенка полезными витаминами и кислотами, которые можно найти в молочной продукции Лока-Мока. Творожки и йогурты Лока-Мока – это не только кладезь полезных микроэлементов, но и отличный сладкий способ похвалить вашего ребенка. Для чего нужна дисциплина? Опять же, нужно каждый раз, например, объяснять ребенку, почему нельзя подойти к раскаленному утюгу, либо к разбитому стеклу. Опять же, для его безопасности, чтобы он понимал. И в будущем как бы его как-то огородить от каких-то последствий. Не знаю, насколько это правильно, например, поощрять, либо не поощрять, но я поощряю, я всегда ему говорю, если ты сделаешь это, мама тебе даст, например, это. И не знаю, насколько это правильно, но на него это действует, как бы это его реально стимулирует. И мы так и делаем. Фундамент послушания закладывается в раннем детстве. Наши ошибки, даже не случайные, связанные с такими повседневными делами, как еда, Правление естественных нужд портит отношения между родителями и детьми и создают последующие проблемы дисциплины. Приобретая привычки даже с самых маленьких лет, ваш ребенок может использовать их полноценно в дальнейшей жизни. Партнер показа – торговая марка «Локомоко».